Приветствую вас. Ситуация, которую вы описываете, как правило, возникает тогда, когда человек, то бишь один из партнеров, начинает проявлять больше активности в сторону своего другого партнера. В вашем случае это ситуация, при которой вы проявляете много внимания, больше внимания к своему молодому человеку, чем это было бы нужно, чем это было бы корректно, чем это было бы естественно. И молодой человек, видя, что вы проявляете к нему вот столько внимания, он просто не ценит вас, он просто не ценит вас, он просто не дрожит вами, он просто не боится вас, по сути дела, потерять. Вот. И именно поэтому он относится к вам вот так. Именно поэтому он относится к вам вот таким образом, именно поэтому он вас не ценит, именно поэтому ему с вами вот сейчас, да, на данный момент ему с вами по сути не интересно. Это связано исключительно с тем, да, что вы ему не ценны, вы не ценны своему мужчине, к сожалению. Вот. Что нужно сделать, чтобы стать ценной, я думаю, что неплохо было бы уделять больше внимания себе, неплохо было бы больше времени уделять тому, что важно и ценно вам реализовывать свои, в частности, интересы, реализовывать свои, в частности, желания реализовывать свои, в частности, ценности, которые у вас имеют место быть. Вот. И, соответственно, дальше, я думаю, ситуация нормализуется сама собой. Вот. Я думаю, что если у мужчины остались к вам чувства, то он обязательно их, эти чувства проявит. Я думаю, что если у него остались к вам чувства и при условии, что вы отдалитесь, например, от него, станете меньше внимания ему уделять, я думаю, что человек обязательно начнет себя проявлять, я думаю, что человек обязательно будет себя проявлять, я думаю, что это неизбежно. Вот. Конечно, при условии наличия у него чувств к вам. То есть, если чувств нет, то, конечно, ничего не изменится. Если к вам чувства у него нет, то, конечно, ничего не поменяется. Это, ну, это безусловно. Вот. Отдельным пунктом, отдельным пунктом идет то, что вас объединяет, то, почему вы так хотите жить на месте, почему вы хотите жить отдельно, то есть, с чем связано такое ваше желание. То есть, я не отрицаю того факта, что вы можете хотеть с ним проводить, ну, больше времени, да, я не отрицаю этого абсолютно. Вот. Но мне думается, что вот тот факт, что вы именно хотите с ним вот так вот акцентированно жить, вот, он как-то скрывает некие ваши потребности не связанные с любовью к человеку, а скрывает больше ваши психологические проблемы, например, вашу, вашу, ну, условно, не самостоятельность, вот, и, соответственно, всячески это вам вредит. Вот. Поэтому я думаю, что имеет смысл вам обратить в первую очередь на эти вещи внимание, то есть, по сути, подумать, да, о том, почему вы хотите быть с ним вместе, почему вы хотите с ним жить, почему вы всегда настаиваете на встрече, вот, что из этого вы хотите для, к примеру, себя, а что из этого вы хотите для него, вот. Отделить одно на другое вам необходимо для того, чтобы в дальнейшем, ну, в дальнейшем, чтобы придерживаться такого более-менее адекватного поведения, более-менее адекватной модели поведения и, соответственно, уже, вот для этого можно будет о чем-то говорить. Вот. Пока что на данный момент ситуация вот такая. И определитесь с целью, кс-ксене, то есть, вот вы задаете вопрос, да, что мне делать? Что вам делать, чтобы что? Вот чтобы что вам делать, чего вы хотите. Если быть с ним, допустим, допустим, а зачем? А, значит, нужно раскрыть этот момент, вот. Чтобы, ну, поисследовать это. Вот, в принципе, такая вот история. И я думаю, такой можно дать вам ответ на вопрос, который вы задаете. Я думаю, такой ответ можно вам отдать. Я надеюсь, это было полезно вам. А если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо.